Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делали! С вами Дарья Топузлиева. Может ли школьная учительница заполучить статус королевы шока? О да, если эту учительницу зовут Вивиан Вествуд. Наверное, мисс Вествуд стоит представить сразу. Это она первая поставила и ракетс, это она одела секс-пистолс и пришла на вручение ордена за заслуги перед отечеством без нижнего белья. Детство культового дизайнера трудно назвать счастливым. Чтобы избежать голода и нищеты, Вивиан рано вышла замуж. От первого супруга у нее остались фамилия и двое детей. Еще подросткам она любила сотрясать общественные устои. Когда у нее не хватило денег на выпускное платье, Вествуд сделала его из живых цветов. И в этом была вся Вивиан. После развода с Дереком Вествуд познакомилась с менеджером группы секс-пистолс Малькельмом Маклареном. В 1971 году они вместе открыли магазин. Хотя назвать это столь тривиальным словом «магазин» наверное неправильно. Сначала заведение называлось «Слишком быстрый, чтобы жить», «Слишком молодой, чтобы умереть». Потом его переименовали в более скромное по размерам, но не по смыслу – секс. Секс стал настоящим центром лондонской панк-тусовки. Сюда захаживали и простые тусовщики, и знаменитые музыканты. Даже проститутки чувствовали себя там как дома. В магазине висели резиновые занавески, обои спорных журналов. На стенах красовались неприличные надписи. Ассортимент состоял из атрибутики секс-шопов и пластинок с музыкой, запрещенной на радио. Помимо одежды, Вивиан с Маклареном занимались и пиаром. Большинство скандальных выходок секс-пистолс были придуманы этой парочкой. Чего только стоило исполнение «Боже храни королеву» в день празднования 25-летия Елизаветы на престоле. С обложки сингла и маек, сделанных Вествуд, смотрел портрет монаршей особы с английской булавкой, продетой в губу. Песню, разумеется, запретили, но, по слухам, сама королева-мать шутку оценила. В 80-х Вивиан вела в моду нижнее белье в качестве верхней одежды. На основе ее коллекции, где бюстгальтеры одевали поверх платьев, позднее была реализована целая куча идей. Вествуд первой начала продвигать в массу идею хендмейда. Ее коньком был, конечно, панковский деконструктивизм. «Разрушить до основания старый мир и сшить новый». Вивиан отпарывала у футболок рукава, разрезала швы и сшивала их наружу. Связывала на спине, разрисовывала и рвала. Украшала булавками и костями, выкладывала из них лозунги, а потом продавала у себя в магазине. Совершенно логично, что через десяток лет личный стиль Вивиан внезапно оказался мейнстримом. Но разве этого добивалась рыжая панк-леди? Вествуд опять повернулась ко всем спиной и ушла покорять мир высокой моды. Теперь своих моделей она стала одевать в стиле книг Дюма. В апреле этого года Вивиан исполнился 71 год. Историю для вас рассказывала Дарья Топузлиева. До новых брендов! Тренды-бренды! Сказ о том, как фартовые ребята бизнес делают!